Приветствую вас. Выбор профессии следует по моему мнению, значит, реализовывать так. Вначале необходимо определиться с вашими ценностями. Какие они? Насколько эти ценности вообще являются вашими? Ну, то есть, как они связаны с вами, насколько они соответствуют тому, что действительно находят отклик у вас в душе, у вас, как бы, познания, познания, вот. И необходимо подтвердить их произвольное образование. То есть, что значит произвольное образование? Это означает, что, ну, ненавязанность их вам. Ну, кем-нибудь. Например, допустим, может быть, с родителями, да, может быть, кем-то еще. Вот, допустим, такая свободная реализация ценностей, скажем так. Дальше необходимо, чтобы вы эти свои ценности привели к определенным идеям. То есть, что именно может стать оформлением этих ваших ценностей. То есть, как ценности можно реализовать, ну, непосредственно в, скажем так, жизни, непосредственно, вот, в повседневности. Это такой очень важный момент, на который, по моему мнению, стоит обратить внимание. Если, если вы хотите действительно найти профессию себе по душе, это второе. Третье. Третий важный момент заключается в том, что в этой идее желательно должна быть четкая такая форма. То есть, именно форма уже непосредственно прикладна. Эта пирамидка позволит вам найти ту профессию, которая вам, ну, больше всего, лучше всего подходит. Но отдельно мне бы хотелось сказать о том, что тот факт, что вы сомневаетесь в выборе своей профессии, может присвидетельствовать о наличии у вас определенных проблем. Ну, например, о конфликте личностном, ну, то есть, конфликте на личностном уровне, связанном с тем, что вы, например, хотели бы делать, и чего хотели бы, допустим, ваши родители, родители, от вас. Этот конфликт, он как бы мешает вам выбрать профессию, потому что, с одной стороны, вам хочется сделать, ну, допустим, то, чего ждут ваши родители от вас. А с другой стороны, вы понимаете, что это, ну, как бы не принесет вам какого-либо счастья, не сделает это вас счастливой, и, соответственно, вы думаете о том, а стоит ли это, ну, реализовывать. И я полагаю, что подобная модель, она вполне обусловлена. То есть, если такой конфликт действительно существует, то этот конфликт необходимо разобрать, потому что он не будет давать вам возможности чувствовать себя свободным в принятии выборов, в принятии решений. Здесь, конечно, здесь же идут и, ну, такие довольно стандартные вещи вроде того, что именно вы хотите от работы, да, то есть, ну, на что вы ориентированы больше. Ну, ориентированы вы, например, на, допустим, заработок, на материальную сторону, или больше вы ориентированы, например, на то, чтобы добиваться каких-то, ну, других немного целей, да, то есть, ну, не коммерческих целей. Это тоже очень важно. А можно смотреть на то, что у вас лучше всего получается, да, то есть, какие есть способности и, значит, какая есть симпатия, то есть, ну, к чему есть симпатия вообще у вас. То есть, что нравится, что привлекает, что вызывает такой, знаете, прямо живой интерес и так далее. Обычно человек, он все эти вещи уже знает. То есть, у него есть понимание, понимание это. Но он не реализует, потому что считает себя, например, недостойным, считает, например, что у него не получится сделать то, что он хочет, то, что у него, как бы, ну, то, что внутри подсказывает, что вот это твое. А значит, не хватает уверенности в себе. Если мы говорим здесь о возможной неуверенности в себе, то я полагаю, что в таком случае вы можете задать себе вопрос. В чем я могу быть неуверенным? В чем я и почему могу сомневаться в себе? Что я и почему могу, ну, допустим, не принимать в себе? Опять-таки. И почему? То есть, откуда это все берется? Кем это продиктовано? Кем это внушено и кем сформировано? Сформулировано. Далее. Я полагаю, что вы, вот если вас спросить, чем бы вы хотели бы заниматься, я думаю, что вы относительно легко сказали бы, что вот я хочу там того-то, 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 да? Но, скорее всего, скажете вы, но, но, мне не позволяет там то-то, 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 то-то. Это говорит о том, что вас, или вам, лучше сказать, внушили, то, что вы обязаны чего-то не делать, вы обязаны чего-то не мочить, вы обязаны не достигать каких-то вершин, каких-то успехов, именно по той причине, что ваше окружение в таком случае будет недовольным. Вы по понятным причинам не хотели бы, чтобы оно, это окружение, было недовольным, ну, потому что тогда вы будете чувствовать себя гораздо хуже. Вот, я полагаю, что это очевидно. Вот. По крайней мере, вы будете чувствовать себя менее защищенным, вы будете чувствовать себя менее защищенным человеком, защищенной личностью. То есть, лишенной поддержки со стороны других людей. И это страшно. И именно это заставляет вас сомневаться в том, что вы можете сделать, как вы можете сделать, как вы можете поступить и так далее. Еще старайтесь ориентироваться на ожидания. То есть, вот, спросить себя честно. я делаю выбор какой-то, я делаю выбор чего-то, на чьи ожидания я ориентируюсь. То есть, о ком я думаю в этот момент, чью реакцию на свой выбор я пытаюсь воссоздать, прогнозировать, если угодно. И почему? Почему эта реакция так меня, например, тревожит, меня, например, волнует и так далее. Что будет, если эта реакция будет негативной? Для меня что будет, что произойдет, что случится? Вот, предлагаю вам обо всем этом подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.